Сегодня 1 мая, именно поэтому я в шапке и в куртке. Если серьезно, на самом деле очень холодно. Выехали на природу, в лес, походить, погулять, восстановить энергию. Субтитры создавал DimaTorzok Что хотела сказать? Про свое планирование хотела? Надеюсь, я там нормально выгляжу, сижу в каких-то тропиках. Я раньше в инстаграме деляла этому внимание и писала, делилась. Я живу по плану, у меня есть всякие тетрадки. Здесь я расписываю, что мне надо сделать, какие у меня дела. У меня закончилась тетрадка вот такая, которую я начала вести в мае 2019 года. Я исписала все, и вот последний разворот, апрель 22-го. Я подумала, что нет, я без плана жить не могу. У меня тут цели на год, задачи на месяц, какие-то вещи связанные со стоками, и не только. Любые встречи я все записываю, чтобы не забыть. Я купила себе новую тетрадку. Кстати, вот эту тетрадку, вот эту старую, я покупала в Чехии, поэтому она мне еще очень дорогая эмоционально. Купила новую у себя в городе, и я пришла к выводу, наверное, я просто обожаю бесшовные узоры. Я понимаю, что я периодически их рисую, хотя я больше на социальные темы делаю, иллюстрации на продажу. И я вот заполняла разворот май 22-го года. С мая начинала эту тетрадку, и с мая начинаю эту. Каждый разворот у меня соответствует одному месяцу. Я написала, что сейчас месяц май. Здесь будут цели на месяц, календарь, который я пишу от руки, потому что, по моему мнению, так более крафтово. События, которые я не могу вписать как цели, то есть маленькие действия важные. Здесь встречи, заметки, мероприятия, и вопрос недели. Я понимаю, что не для всех жизнь по плану и так далее подходит. Я ни в коем случае никого ни к чему не призываю, просто делюсь как у меня, потому что кому-то это, может быть, подойдет. Сегодня 11 мая. Я уже без шапки, как вы видите, и даже без куртки. Значительно потеплела. И сегодня у меня первый рабочий день. Я, наконец-таки, вышла на обеде на улицу. По ощущениям, я за последние 10 нерабочих дней в мае, я просто решала какие-то дела, которые накопились. Было, конечно, в этом месяце разное. Были интересные встречи. Но я не записываю это на видео, потому что считаю, что это может нарушать границы других людей. И если я хочу вести какой-то блог, это не значит, что все мои знакомые тоже этого хотят. Были походы в гости. Кто моя хорошая девочка? Слушала сейчас, пока гуляла в наушниках, аудиокнигу. Я в прошлом году обычно так проводила летом свои обеденные перерывы. Книга Томас Харрис, если я не ошибаюсь. Я окей, ты окей. Пока не знаю, могла бы я ее порекомендовать или нет для прочтения, потому что она достаточно сложно воспринимается. Я делала перерыв в прочтении. На самом деле, какое-то состояние не очень. Вчера опять много думала по поводу политики, плакала. У меня до сих пор все это расстраивает. Я понимаю, что уже там два с половиной месяца прошло, что можно было привыкнуть бы. Но у меня такое ощущение, что к таким вещам невозможно привыкнуть. И я стала читать книги, связанные с политикой. Я в своем канале в Телеграме писала список книг, которые сейчас очень актуальны и очень заходят и легко читаются. Вот, если, кстати, вы не подписаны на мой Телеграм-канал, смотрите это видео через Ютуб, подписывайтесь, пожалуйста. Там я публикую всякие разные штуки, которые я бы хотела, чтобы были вам полезны. Вообще не знаю, насколько этот блог таким получится цельным. Потому что, по моим ощущениям, он будет очень раздробленным. Я снимаю как хобби, и получается, что чаще какими-то кусками, когда я могу, когда у меня есть возможность, когда есть мотивация. Они считают свои работы, я считаю это хобби. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!